Ариас, я таролог и психолог, и в первую очередь, конечно же, я приветствую и подписчиков, и гостей моего канала. В первую очередь также благодарю вас всех, мои хорошие, за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И напоминаю сразу, что это общий онлайн расклад, его точность зависит в первую очередь от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram из любой страны мира. Итак, у нас с вами сегодня такой серьезный расклад, что с ним происходит прямо сейчас. Мы с вами будем рассматривать много разных вопросов на разных колодах. Сегодня ничего не нужно выбирать. Позиция будет одна. Поэтому будем смотреть, что с ним сейчас происходит. Что с ним происходит прямо сейчас. Так, девочки. Ну, смотрите, мужчина тут первое, что я вижу, что любит вас. Любит и очень хочет послать вам сообщение или послал сообщение. Да, но то ли вы его не получили, то ли вы просто не ответили. Ну, если он у вас заблокирован, к примеру. Да, вот, то, может быть, и не получили. Попробуйте его разблокировать. Вот, так. Он переживает из-за того, что вы не ответили. Вот, как-то я вижу вас на каком-то расстоянии. Смотрите, если вы в паре с этим мужчиной, да, у вас просто какие-то ситуации в отношениях происходят. Мы, кстати, посмотрим ситуации, которые происходят в ваших отношениях. То мужчина как-то вот чувствует либо холодность, либо какое-то вот расстояние между вами, да. Да, пропасть, пропасть между вами чувствует на самом деле. А вот, если у вас, конечно, ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, то мужчина тут, да, он, конечно, чувствует на расстоянии, но очень хочет вернуться. Так, дальше смотрим. Таких прям уже сильных переживаний, которые были, вот ранее у него были очень сильные переживания, уже нет. Он немножечко успокоился, но моментами он почему-то вспоминает какую-то болезненную для него ситуацию в ваших отношениях и очень сильно переживает. Ему бы хотелось это изменить. Вот. Понятно, что прошлое изменить нельзя. Вот. Но ему бы хотелось как-то, не знаю, или оправдаться, или что-то вам такое рассказать, да. В общем, хотелось бы как-то ему реабилитироваться в той ситуации, которая в ваших отношениях была. Может быть, мужчина в этот момент как-то некрасиво поступил. Здесь по картам может быть такое, что пропал, например, да, перестал там звонить, писать, а потом пожалел об этом. А вот. Ну, мы дальше еще, я же говорю про ваши отношения, посмотрим. А вот. Может быть, даже обидел, обидел вас чем-то, да. А может быть, как-то вот не принял ваши чувства. Вот. Или еще что-то. Ну, тут много чего может быть. Давайте смотреть дальше. Так. Девочки. А на самом деле, смотрите, у него намерения изначально были серьезные в отношении вас. И сейчас вот он, честно говоря, он скучает. Скучает, причем очень сильно. Да. Я вижу, что он либо со своей семьей находится, ну, родственники, либо друзья, либо семья, вот, люди вокруг него. Ну, он как-то вот чувствует себя очень отрешенно, потому что все время вот вспоминает какую-то болезненную ситуацию для него. Вспоминает вас, ваши отношения. Вспоминает ваши встречи. Да. Вот. И вы для него прям такая суперледи, можно сказать. Вот. Ну, он, по крайней мере, вас такой видит. Но при всем при этом, смотрите, суперледи, которая, может быть, вы бизнес-леди, да. Которая и в том числе, ну, все время куда-то бежит и много времени посвящает работе. Вот. Да. А ему, конечно, это не очень нравилось. Или если вы в паре, не нравится, да, что вы много времени посвящаете работе. Может быть, каким-то делам, может быть, в том числе и домашним делам. Вот. Потому что он в этот момент как бы скучает. То есть ему хочется больше вашего внимания. Да. Вот. И он поэтому, смотрите, здесь важный момент, он поэтому стал закрываться. Да. Может быть, стал более холодным. Может быть, поэтому пропал. Потому что нет внимания. А он, ну, мужчины вообще как дети, девочки. То есть, и многие мужчины, вот они привыкли, чтобы с ними нянчились буквально, да. Вот. Это ж не просто так. То есть, мужчина, а это такой же ребенок. А вот. И ему хочется много-много внимания. Когда внимания нет, он начинает переживать. Ему кажется, что вы его разлюбили. Ему кажется, что он вам не нужен. Он, да. А вот. Что он что-то сделал не так. Что вам что-то не понравилось. А вот. Тут, может быть, еще и вопрос заработка. Да. Может быть, он, ну, он, по крайней мере, так думает, да. Что, может быть, ему надо было больше зарабатывать, чтобы ваши отношения не разрушились. Да. Может быть, тогда бы ситуация сложилась по-другому. Вот. Ну, то есть, вопрос денег. Как бы тут тоже есть. Мелькают у него такие мысли, что, может быть, ему надо было бы уехать на заработки. Или, наоборот, не ездить на заработки, чтобы ваши отношения были. Да. Ну, смотрите. Да, я тут вижу, что вы такая в паре более сильная. Да. Он, хотя тоже, как бы, достаточно серьезный, достаточно практичный, решительный. Да. А вот. Но, по большому счету, сейчас, вот, то, что происходит в ваших отношениях, он не понимает, что, какой шаг, какой шаг, вот, он может сделать, да. То есть, он переживает, он хочет сделать какой-то шаг, но не понимает, не понимает, что он может сделать, чтобы как-то исправить ситуацию, как-то реабилитироваться перед вами. Во-первых, для собственного спокойствия. Во-вторых, здесь ситуация и вас касается, да. Потому что после его поведения или его поступка вы, получается, либо действительно реально обиделись, потому что он вас обидел, да. Вот. Либо разозлились на его какое-то поведение, да, и, там, не ответили на его сообщение, может быть, не взяли трубку. Может быть, такой момент, что вы просто были заняты, да, учитывая, что я вижу, что вы заняты достаточно бизнесом или работой. Вот. Ну, просто, может быть, не ответили на звонок, да, а он считает, что вот вы обиделись, что вы теперь как бы недоступны. Вот. И поэтому он хочет как бы действовать, да, но ему кажется, что все его действия, вы вот так как бы мечом отобьете все его действия, да, что они вам не нужны, что вы не хотите, чтобы он как-то, как-то, в общем-то, действовал. Да, что вам и так хорошо, что вы и так наслаждаетесь жизнью, а он, бедненький, один страдает тут. Да, что вы и на работе у вас все прекрасно, и много у вас друзей, подруг, родственников, вот, может быть, даже семья, дети есть, да, или внуки. Вот. То есть он считает, что вы прям такая красотка, наслаждаетесь жизнью и вообще, вообще с ним не хотите никаких отношений. Вот так он думает. Да, вот видите, наслаждение жизнью, да, он так и считает. Вот он вас вот такой сейчас видит, да, и что вообще все его попытки восстановить отношения, примириться, да, или там реабилитироваться как-то, там, не знаю, прощения попросить. Ну, про попросить прощения я, честно говоря, тут пока не видела. Но он считает, что у вас так все прекрасно, и, в общем-то, вы сейчас быстренько можете встретить любого, ну, другого мужчину, да, и вообще про него забудете. Да, да, вот. Так, что тут еще ждет он, ждет он, ему хочется, чтобы вы какой-то знак ему подали, да. Я так говорю, знак, ну, то есть ему хочется, чтобы вы какое-то сообщение ему написали что-то, да, чтобы он уже смог более уверенно действовать в вашу сторону. Либо, чтобы вы, там, я не знаю, друзья его добавили, чтобы с блокировки сняли, вот, ну, сняли блокировку на него, да, вот. Простили, вот тут простили, но, смотрите, мысли о том, чтобы прощения попросить, вот, есть мысль реабилитироваться, что-то объяснить, как-то оправдаться, вот. Но именно про попросить прощения здесь мысли нет, но есть мысль о том, чтобы вы его простили. То есть вы как бы заочно, без, как это сказать, да, без того, что он попросит прощения, просто так бы его уже простили, просто за то, что он есть. Так, да, серьезная вы такая в его глазах, да, занятая, серьезная. Может быть, вы, ну, как бы на какой-то должности, какой-то, ну, или бизнес, бизнес-леди, как я сказала, да. Да. Занимаетесь каким-то делом, бизнесом, то есть я вижу, что вы прям реально занятая. И вот в работе, ну, по крайней мере, он считает, что в работе у вас все идеально, что вы прям такая победительница, что у вас все прекрасно, что вы и зарабатываете хорошо, и вообще вы умница-красавица. Спортсменка-комсомолка. Да, да, девочки. Вот, ну, вот смотрите опять, да, дикое желание у него что-то вам объяснить, разъяснить, оправдаться. Да, но он боится, что вы будете реагировать очень негативно на это, да, он боится. С одной стороны, он очень хочет реабилитироваться. Ну, вот, смотрите, мне так кажется, вот, судя по картам, что если бы он, напишите в комментариях, что если бы он попросил прощения, то вполне возможно, что ваш конфликт, в общем-то, и был бы исчерпан. Но он же хочет без прощения, чтобы вы его простили. Вот. Он хочет вам что-то объяснить, доказать, оправдаться. Вот. Конечно, он получит такую реакцию, однозначно он от вас получит. Ну, может быть, не прям такую, но приблизительно, да, такую реакцию он получит. Так. И если бы он реально был спокойно попросил, просто попросил прощения, мне кажется, ваш конфликт реально был бы исчерпан. Так, не уверенно он, конечно, себя чувствует. Так, не уверенно. Но при этом, да, вот хочет, вот знаете, вот это ощущение, да, хочет сделать шаг в вашу сторону, но что-то вот его, какие-то мысли рациональные его останавливает. То есть он все время думает, то есть хочет, вот у него порыв такой, да, написать, позвонить, приехать там, что-то поговорить. Но при этом тут же сразу же начинает думать о том, что, ой, да ей это не надо, ой, да она этого не хочет, ой, да она меня там отправит куда-то на небо за звездочкой, да. А вот. Ну, в общем, как-то так. А вот. А вообще, в целом, ну, у него изначально были серьезные планы в отношении вас. Смотрите, хочет семью и брат, да, мечтает об этом, мечтает об этом, девочки. Но, но ему кажется, что только он, да, он думает, кстати, что выйди реально где-то вот на небесах, связаны чем-то, да, вот, что вам никуда не деться. Но при этом, то есть, ему кажется, вот вплоть до того, что он думает, может быть, она приворот мне сделала, может быть, там какое-то магическое воздействие, что я прям не могу ее забыть, что у меня прям сильные чувства. Вот. При этом он, ему кажется, что вот он вообще без вас как бы не может, да, вот. Но он думает, что вы вот так вот можете просто сейчас закончить отношения или закончили, да, и вообще уйти в другие отношения с другим мужчиной, вообще в другую жизнь. Да, вот, что вас как раз таки ничего не остановит, да, что у вас нет таких, вот смотрите, мысль, что он считает, что у вас нет таких сильных чувств, чувств, как у него. Нет такой сильной привязанности, как у него. У вас этого нет. У него прям страсть очень сильная, и эта страсть его толкает, чтобы совершить какой-то шаг в вашу сторону. Да, чтобы все-таки помириться. Вот он наконец-то только вышел, император, представляете? Да, туман у него в голове, честно. Туман в голове, он не видит реальной ситуации, он не понимает, что сделать, не понимает, как это сделать на самом деле. А вот. Вообще он, вообще он не понимает, абсолютно. Он, можно сказать, что он потерялся, да, он не знает. Но это не говорит о том, что ему нужно подсказывать, да, от того, что вы подскажете, он не примет это. Он должен сам до этого дойти, мои хорошие. Может быть, даже через расставание, да, чтобы до него реально дошло. Да. Чтобы он наконец-то осознал, не просто страсть, вот это притяжение сильное, которое он там списывает на магическое воздействие, на какие-то, на привороты, там еще на что-то, да. А вот. А просто, чтобы осознал, что да, я люблю реально эту девушку, женщину, да. Не строил себе каких-то лишних иллюзий, да, что вот бы она меня простила, да, сама бы написала, да, сама бы позвонила. А я бы, может, соизволил бы, да, пойти, начать с ней отношения с чистого листа, да, или там забыть об этом некрасивом поступке. Хотя он не забудет, он не забудет, честно. А вот, да, хочет страстные, страстные бурные отношения, да, возобновление отношений или продолжение бурное отношений. Но вот этот некрасивый поступок, да, который там вас обидел или, может быть, даже унизил, что он там сделал в вашем, в отношении вас, да. Вот. Он хочет, чтобы, ну, просто, знаете, как вот есть мужчины, которые появляются, как ни в чем не бывало, да. Вот. Но этот, он не просто так, он появится, как ни в чем не бывало, но он хочет доказать, оправдаться, объяснить, да. Да, девочки, объяснить, что он был прав в итоге, да, что, или что его обстоятельства вынудили так поступить там что-то, что, что-то вот такое, мои хорошие, да, что тут, ну, вот опять история денег, да, что он прилагал усилия для того, чтобы заработать, но у него, девочки, ну, у него ничего не получилось. А вот, 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 куда-то, куда-то вот деньги потратились и их нету, а вот, ну, как бы тут и денег тоже есть, эта история по поводу денег, да. Так, ну, что, самое интересное, императора-то я нашла, я искала императора, да, императрицу я не нашла. Хотя, нет, она, безусловно, была императрица, я ее не нашла. Да, значит, мы сделаем немножечко по-другому, мои хорошие. Не буду я императора тут оставлять, не совсем он император, на мой взгляд. Так, возьму я другую колоду и посмотрим, я выложу его сейчас. Очень как-то вот он мыслями, прям вообще далеко от вас, либо он реально далеко, может быть, в другом городе, в другой стране, да, может быть, либо расстались вы какое-то время назад. Вот, ну, далеко он прям, ну, чувствуется, либо мыслями он прям далеко. Я хочу сказать, что, да, вот, если вы в паре, да, мои хорошие, с этим мужчиной, вот, то он где-то вообще витает в облаках совершенно, то есть у меня такое ощущение, что он вообще вас не понимает. Вот, то есть вот он в каком-то своем закрытом таком мире, в своих закрытых мыслях, вот он в своих мыслях копается, что-то там себе выдумывает, он не видит реальности. Так, давайте выложим его. Вот, хорошо. И вас. Ну, вы такая сильная, властная, я же говорю, бизнес-леди, либо бизнес-леди, либо каким-то своим делом занимаетесь. Ну, в общем, девушка очень умная, активная, целеустремленная. Так, что между вами? А ничего между вами, тишина, тишина. Может быть такое, что вы поссорились и оба молчите, да, или расстались и оба молчите. Он молчит, вы, может быть, поначалу и пытались, потому что я вижу, что вы в активной позиции пытались что-то сделать, как-то с ним связаться. Ну, это если у вас 40, конфликт, расставание, разрыв или развод. Ну, или даже вот что-то произошло, да, в ваших отношениях. То есть, вполне возможно, что вы пытались там что-то ему писать. Неважно, негативное, позитивное, потому что реально мужчина некрасиво поступил. Вот. Но он, скорее всего, никак не реагировал. А теперь он хочет, чтобы вы что-то написали. Но я вижу, что тишина тут с обоих сторон. В общем-то. Вот. Так. Ну, сейчас, по крайней мере. Что между вами? Тишина. Вот. Дальше. Что я еще вижу? Ну, по поводу вас я уже сказала, да. Его карта сигнификатора. Смотрите. У него, я тоже об этом вот говорила, когда много карт выкладывала, да. Я вижу, что у него либо родственники какие-то рядом с ним, семья, либо друзья. Потому что вот я реально вижу его в каком-то коллективе. Вот. Причем не обязательно он там живет. Хотя, может быть, и живет. Там, я не знаю, с родителями, к примеру, да. Вот. Или, да, может быть, вы и сейчас в паре или в браке, то есть продолжаете отношения, но при этом вот какая-то ситуация некрасивая произошла в отношениях. А вот. И может быть, вы реально оба молчите, и он там копается вот это в своих мыслях. И о реальности вообще совершенно не верит. Когда можно просто, когда просто можно подойти и попросить прощения. И все, и все, и все будет прекрасно. Но до него пока это не доходит. Так, мои хорошие, посмотрим вашу позицию очень активно. Да, вы умница, красавица, считаете, что все в ваших руках. Ну, правильно. Правильно, вся жизнь в ваших руках. Очень активно добиваетесь любой цели. Очень активно, в общем-то, и в его отношении вы действовали. Вот. Да. Ну, вот у некоторых из вас проиграется то, что хотите, конечно, чтобы он тоже как-то действовал, да. Чтобы он хотя бы какой-то шаг сделал. Или у некоторых, может быть, даже, может быть, вы давно в паре, да, и вот какая-то некрасивая ситуация произошла. И вы думаете, ну, уже как-то попросил бы прощения, подарил бы кольцо, да, и, в общем-то, конфликт был бы исчерпан. А вот, кольцо я тут вижу, ожидание кольца с его стороны. А вот. Ждете вы, конечно, вы ждете, чтобы он на самом деле сделал шаг. То есть вы сейчас тоже заняли такую позицию либо молчания, либо, как я уже говорила, может быть, заблокировали его даже. А вот. Ждете вы от него шага, шага, вот прям все, все с вашей стороны прям все кричит о том, что мечтаете, чтобы он сделал шаг, чтобы, может быть, букет цветов подарил, какой-то подарок. Я уже не говорю о драгоценностях, да, хотя, ну, вполне нормально, как бы, да. Ну, давайте посмотрим, что с ним-то сейчас происходит, да, это вот то, что с вами, то, что вы от него ждете. Ну, вообще, вы реально умница, красавица, вы ставите цели, вы добиваетесь, вы очень так резво идете по жизни, скачете, я бы сказала, скачете даже, да, не просто бежите. Ну, он продумывает, вот смотрите, вот четко его мысли отражает вот эта карта, то, что он задумал, да, сделать какой-то шаг. Так вот, поднял фигуру, и вы же знаете, да, что если он фигуру на доску поставит, то все, это уже ход сделан. И вот он поднял эту фигуру и держит ее бесконечно, да, и не знает, куда же ее поставить. И вот сколько времени, как бы, вот эта ситуация у вас длится, вот столько времени, вот он думает все. Так, что еще в его жизни происходит? Есть какая-то женщина, которая против ваших отношений, это его родственница, может быть, сестра, может быть, мама, вот, может быть, даже какая-то коллега по работе, но у него с ней не было любовных отношений вообще. И она постарше. Я не могу сказать, у нее, как бы, нет чувств к нему. Может быть, да, есть такие люди, что либо она родственница, да, ей кажется, что вот он прав, а все вокруг не правы, вот, либо эта женщина какая-то, тоже, опять-таки, может, он ей что-то рассказывал, жаловался, да, ну, может быть, какая-то знакомая коллега по работе, вот. То есть она в нем, в общем-то, не заинтересована, но при всем при этом она ему дает какие-то советы, которые плохо влияют на ваши отношения. Или он так понимает ее советы, ну, может быть, просто, может быть, даже эта женщина, может быть, даже, может, он переписывается с ней где-то в социальных сетях, может быть, где-то познакомился, да, вот. Вот, но много людей в социальных сетях общаются просто для общения, да, для того, чтобы кому-то душу открыть, да, вот он как раз вот с этой женщиной общается, вот. Ну, у кого-то вот так будет, у кого-то все-таки проиграется это как мама или сестра, ну, или другая родственница, тетя, например, может быть еще. А вот, в любом случае, как бы, она ему дает советы, да, и она-то, в общем-то, не заинтересована, не могу сказать, что она прям сильно против вас. А вот, ну, про родственницу это другой разговор, да, давайте, что может быть, эта женщина просто знакомая, да, она ему, может быть, и хорошие советы дает, но он их воспринимает совершенно по-другому, и по-другому их реализует, эти советы, и ваши отношения от этого страдают. А вот, если это все-таки мама, сестра или тетя, то тут это лицо заинтересованное, да, вот, то есть, ей кажется, что, ну, это уже психология, девочки, дальше, как если это мама, сестра, тетя, да, то ей кажется, что вот она самая лучшая женщина во всей вселенной, но это все люди такие, да, вот. И, естественно, та женщина, с которой, которую он любит, то есть вы, никогда лучше нее не будут, поэтому тут даже дело не в том, что она против, там, да, но она просто, то есть, ну, все свекрови однозначно, они думают, что лучше, лучше нее самой, никто, никого на свете, на белом свете не. Она самая лучшая, поэтому она, естественно, не потерпит никакую невесту, любая невестка все равно будет чем-то нехороша. А вот, да, да. И есть еще мужская фигура, опять-таки, это либо папа, либо какой-то старший родственник, либо какой-то друг постарше. Ну, вот получается, что вот эти двое человек, да, что-то советуют, что-то говорят, причем не обязательно даже, если это родственники, не обязательно должны быть это советы, прям, да, но просто можно бросать какие-то там нехорошие фразы в отношении вас. А, опять там твоя это, там, что-то вытворила или что-то начудила или там еще, то есть, даже вот такие, как бы, это нельзя сказать, что там негативные фразы, да, вот, но как, все равно, вот эта эмоциональная окраска идет негативная. То есть, это могут быть даже какие-то спокойные фразы, нейтральные фразы, но они идут с негативной эмоциональной окраской со стороны вот этой женщины и этого мужчины, которые на него влияют. И даже если он там отмахивается, там, да не говорит там плохо про нее или там еще что-то, да, оно на подсознании у него, на подкорке все равно, все равно откладывается однозначно. А, вот, поэтому, да, вот есть мужчина и женщина, которые, может быть, даже не специально, если это, как я уже объяснила, да, не мама, не сестра, не тетя, там, не, это может быть, да, тоже старший брат, там, дядя, ну, родственник. Вот, но если это просто друзья-знакомые, к примеру, да, это могут быть там муж и жена, например, даже какие-то, да, и они, может быть, даже пытаются хорошие советы дать, чтобы у вас, наоборот, ладились отношения. Но он воспринимает, потому что каждый человек воспринимает через призму своих собственных установок. Так, дальше посмотрим, что с ним происходит. Девочки, ну, он куда-то, куда-то ехать собрался, очень переживает. Что-то у него прям, смотрите, я подумала вообще про его жизнь, не про ваши отношения сейчас, а именно про его личную жизнь. Ну, я имею в виду вообще про жизнь, да, что-то у него тут такое ощущение, что его то ли уволили, то ли он ушел с работы, то ли с бизнесом у него что-то не так. Но он, это, скрывает. Да, что-то у него или с работой, или с бизнесом прям вообще очень плохо. Вот, я же говорю, его либо уволили, либо рушится бизнес, либо прибыль совсем маленькая. Да, да, а он делает вид, что все хорошо, продолжает делать вид, что все хорошо. Так, вот эту карту я хочу вот так. Так, посмотрим, что еще у него в жизни-то сейчас происходит. Помимо того, что вот он общается где-то в каком-то коллективе, но очень похоже это на родственников, конечно. Так, какая-то женщина, кстати, проявляет к нему интерес. Да, у него с ней были когда-то отношения, у нее есть чувства. Если вы сейчас, девочки, смотрите, если очень похоже на соперницу, вот. Понятно, что про соперницу, как я всегда говорю, это нужно рассматривать именно на личной консультации. А вот, но может быть у кого-то из вас, что именно было расставание или развод, вы точно знаете, да, что он ушел в другой. Ну вот я хочу сказать, что если в вашей ситуации мужчина ушел в другой, да, то есть вот это все, да, было, может быть, это и был некрасивый поступок. Или он переспал с кем-то. Ну, простите уж меня за такие слова. А вот, это и было, да, и он хочет оправдаться, сказать, что там типа ничего не было. А вот, ну, если была в ваших отношениях такая ситуация, да, то есть не выдумывайте. Если он не уходил в другой женщине, если там вы его с поличным не поймали, это не про вас. Я говорю именно про тех, что вы, вы прям знаете, да, точно, что он либо ушел в другой женщине, либо точно знаете, что он с кем-то там переспал. Вот, я хочу сказать, что нет у них отношений. Нет отношений вообще. И даже если он ушел или развелся, да, ну, если у вас развод был, развелся, ушел к другой женщине, он, может быть, даже и скрывает, но у них нет отношений сейчас. Да, да, абсолютно. Так, что еще в его жизни происходит? Да, еще для всех остальных теперь. Для тех, у кого женщин там не было, да, то есть вы поссорились, расстались, или вообще вы в паре, в браке. Вот, какая-то женщина, да, проявляет к нему интерес, но он, видите, не заинтересован, он даже не видит, не видит ее поползновений, так скажем. Это не значит, что нужно прям бежать, да, бежать там, спасать отношения, все такое, а вдруг у него там с ней что-то получится. Вот, наоборот, вы должны знать себе цену, да, поэтому не надо никуда бежать и ничего спасать. Пока, потому что вы императрица, вы императрица, вот, и он вас ценит очень высоко, а вот эту девушку он пока не видит. Ну, даже если ее видит, у него голову учит, смотрите, мужчина в основном, он не, вот почему он не видит ее поползновений? Он смотрит, он и вас не видит, в общем-то, он смотрит внутрь себя, он не видит реальности вообще. Да, ну, вы для него, конечно, серьезная, практичная, хозяйственная. А, да. Так, что тут еще, девочки? Помощи он хочет. Помощь ему нужна, ну, вот что-то у него с работой произошло, или с бизнесом. Ему нужна помощь какой-то женщины, тоже, опять-таки, родственница, либо начальница женщины. Потому что, и причем начальница, если его уволили с работы, может быть, другая, другая какая-то организация, куда он хочет устроиться. Ну, вот у него, да, есть такой момент, что он куда-то собирается устроиться, и поездка у него какая-то прям, прям вот намечается. Ну, пока вот с поездкой что-то, нет, какая-то неопределенность. Но он собирается куда-то поехать. Да, может быть, даже на заработке, да, почему неопределенность? Потому что он думает, либо меня тут на работу возьмут, да, либо на заработки поехать. Если у мужчины бизнес, то это говорит о том, что, либо какая-то женщина, может быть, проспонсирует, да, то есть вложится в его бизнес, спасет таким образом его бизнес. Тогда все будет хорошо. Если нет, то ему придется искать другие варианты, кто еще поможет, сможет помочь его бизнесу. Да, дальше, что еще в его жизни сейчас происходит? Что еще в его жизни сейчас происходит? Давайте смотреть. Какие-то вопросы с документами он решает. Может быть, так же по бизнесу или с недвижимостью. Ну, вот, с банками, может быть, даже. Да, у него могут быть проблемы с кредитами. Да, он пытается, пытается решить. Девочки, как всегда, во всем надеются, что, может быть, как-то разрешится все само. Как и в отношениях с вами, да, но само ничего не разрешится. Он пытается как-то решить вопросы, но пока безуспешно. Видите, ну, никак у него с финансами вообще никак. Да. И очень возможно, что с кредитами реально у него проблемы. Да. И здесь он на помощь мужчины, может быть, вот родственника надеется. Или, опять-таки, ну, вот у меня такой, если бизнес, то вот ощущение, что он ищет спонсора. А вот. То есть, человека, который бы вложился бы в его проект. Или помог его проект вытащить, да. Например, продюсер какой-либо. Ну, потому что продюсеры сейчас есть, ну, у любых проектов. Так, что еще в его жизни происходит, девочки? Ну, то, что вы на него злитесь, обижаетесь. Да, ему из-за этого очень плохо и тяжело. Вот. Ну, проблемы на работе я тоже точно вижу, сто процентов. Переживает он, кстати, из-за того, что или вас обидел, да, или вот из-за той некрасивой ситуации, которая получилась. Вот здесь я это тоже вижу. Да, он боится, что вы уйдете, уйдете в другие отношения. Уйдете вообще в другую жизнь, да. То есть, не с ним. Не совместную жизнь. Ему кажется, что вы вообще уже ушли, да. Что возврат невозможен. Что возврат уже невозможен. Если вы в паре, то он боится, что вы реально уйдете. То есть, сейчас встретите какого-то другого мужчину и бросите его. Да. Так, что еще в его жизни происходит прямо сейчас? Ну, кто-то ему поможет все-таки финансово. Найдет он спонсора или найдет он работу. Помогут ему. Помогут там мужчина, женщина, я видела, да. Кто-то из них поможет. Вот, когда у него вот эта ситуация разрешится, он снова начнет думать о том, какой шаг все-таки сделать. Вот. Да, ну, сейчас у него вопрос стоит по работе или по бизнесу. Очень, очень остро. Потому что это финансы. Вот. Очень, очень скучает. Ну, вот я же говорю, вот он прям реально, вот знаете, все время копается внутри себя. И не видит, он не видит возможностей, которые ему жизнь там подбрасывает, да. То есть, даже вот в ситуации с работой или бизнесом, он не видит выхода. Вот ему кажется, что если бы вот сейчас вы бы ему написали или позвонили, да, вы бы сказали, что я тебя прощаю, давай попробуем начать все сначала. Сначала вот ему кажется, что тогда бы у него прям все наладилось. И работа, и бизнес. Вот. Да. А так сидит он у разбитого корыта. Вот. Да. Ну, вот видите, какие карты. Ну, вот то, что в его жизни сейчас происходит. Сидит у разбитого корыта. У него не там, не там, ничего нигде не клеится. А ничего нигде не клеится не потому, что вы его не прощаете. А вот. Да, ему реально кажется, что если бы вы его простили, то у него бы сразу деньги. А финансовый поток бы ему открылся и пошел. Ну, может быть и так, потому что вы девушка ресурсная на самом деле. Да. Что еще в его жизни происходит? Так. Ну, думает. Вот он думает, может поехать на заработки. Ну, вот куда-то. Куда-то. Да. Да, думает он об этом, но его что-то эта мысль не сильно впечатляет. Поэтому тут такие, то есть вроде и хочет. Вот смотрите. Думает поехать на заработки, да. Ну, или поехать там куда-то, куда-то для поиска спонсора, к примеру, да, там, я не знаю, конференцию, с кем повзаимодействовать, посотрудничать выгодно. То есть найти человека. Ну, при этом опять вот все на раздумьях, то ли поехать на заработки, то ли тут работу поискать, да. Ну, то есть вот определенности нет в мыслях. Ну, это же мысли. Не может быть определенности, нужно решить, в конце концов, уже что-то, что-то сделать, какой-то выбор, вот как-то выбора, да. Сделать какой-то прыжок, да, скачок, не знаю, шаг, да, либо уже на заработки поехать. Вот, вот, и тогда уже чувствовать себя победителем, потому что, ну, хоть как-то ситуация решится. А вот, ну, он не то, чтобы вас винить в том, что у него сейчас такая ситуация в жизни, но он считает, он считает, что это все из-за вас. Что вот из-за того, что вы не вместе, у него полный трэш в жизни происходит. Вот это из-за вас, да. И из-за того, что вот так у вас в отношениях сейчас произошло, поэтому у него теперь ничего не получается. И ждет, сидит, пока вы ему руку протянете. Желательно с деньгами, потому что в деньгах у него тоже проблема. Да, да, и хочет, вот я говорила, да, что вот из-за вот этой некрасивой ситуации, которую он сделал, которая в его отношениях произошла, он опять-таки, смотрите, он хочет оправдаться или разъяснить вам что-то, да. Да, но не попросить прощения, однозначно. Он думает, что раз, если вы его любите, вы его и так простите. Да. Да. И прибежите к нему сами. Ну, что-то как-то вы не прибегаете, да, а у него вот этот трэш происходит, и вот он усолит вот эти мысли, да, туда-сюда их гоняет, и... А с места ничего не двигается. Вот ему тяжело, плохо, но при этом он ничего не делает. Это полная неопределенность. Да. Ишак хочет сделать, но думает, еще надо подумать, может быть, может быть, еще рано, или надо другой шаг сделать. Ну, что, давайте посмотрим, что сейчас в ваших отношениях его жизнь посмотрели, хотя я тут и его жизнь, в общем-то, посмотрела, и по поводу вас, что он думает. Ну, давайте посмотрим, что ваших, что между вами вообще, да, что между вами. Что вообще между вами, сейчас, мои хорошие, карты соберу. Да, напоминаю, что если вам нужна помощь в отношениях, обращайтесь на личную консультацию, пишите мне на Viber, WhatsApp или Telegram по этому номеру. Так. Карты прям вылетают из рук. Так, давайте посмотрим, что между вами, что между вами происходит сейчас. Еще посмотрим, что между вами сейчас происходит. Что между вами. Девочки, ну, очень может быть, что вы в паре, в браке, ну, или в крайнем случае, у вас чувство точно есть. И у него, и у вас, и оба хотите примирения. Как бы там ни было. Да, хотите примирения, восстановления, возобновления отношений, продолжения отношений, если вы в паре, в браке, любите вы его. Вот прям четко карты показывает, видите. Любите вы его, несмотря вот на то, что вот он, ну, такой вот, такой вот, может быть, даже где-то неудачник, да. Почему-то у меня это слово просится, да. Вот. А он бездействует. Сидит себе, мысли крутит в голове и бездействует. Вот. Да. А вы очень активная девушка. В общем-то, да, вы своими активными действиями можете, конечно, его и вернуть, и помочь ему там с работой, с бизнесом, с финансами, чтобы он опять себя императором почувствовал. Вопрос у меня к вам. А вам это надо, чтобы он опять себя почувствовал и опять, и опять вел себя некрасиво. Подумайте об этом, да. Вот, да. Ну, конечно, проще всего прикинуться дурачком, да, типа, я ничего не могу, у меня ничего не получается, ты во всем виновата, хотя я уже сказала, что он вас не винит, но он считает, что все из-за вас, типа, все из-за тебя получилось, вот давай теперь все делай, все возвращай, да. И деньги мне на развитие бизнеса, вот, и работу, на работу помоги устроиться. Вот как-то так. Да. Не королевское, не королевское это дело, а такие проблемы решать. Да. Так, что между вами? Мечтает он, мечтает, то есть, вот все, что я озвучила, он об этом мечтает, то есть, ему бы так хотелось. Чтоб вы все сделали, вот, а он бы только пользовался. То есть, прилагать усилия, это не его стезя совсем, не хочет он никак усилия прилагать. Да, но ему хочется так, быть победителем за счет вас. Да. Потому что вы ему все предоставили, сделали, да, помогли, все проблемы решили за него. Ну, практически, то есть, не просто помогли решить проблемы, а вы бы за него все проблемы решили, а он бы такой красавчик сказал, ну, ладно. Давай, давай жить вместе, да, как в сказке про теремок. Так, что тут, что между вами? Ну, смотрите, да. Я вижу перемены, все-таки перемены будут, он сделает шаг, вот что я вижу, да. То есть, попереживает, попереживает, он может. Он достаточно сильный и решительный, и практичный, вот. Я не говорю, что прям суперсильный, да, а вот. Но он может, и проблемы свои он сам прекрасно может все решить. Ну, вот. Да. Опять раздумья, смотрите, шаг и раздумья. Но все равно он решится на этот шаг. Когда он поймет, что вы уже никак действовать не будете, он все-таки решится. Он решится однозначно. Причем на такой серьезный шаг он решится. Вот. То есть, он поймет, что тут уже никак, никак уже вы не пойдете на примирение, пока серьезного шага не будет, пока он вам либо предложение не сделает. Вот здесь очень ярко звучит мысль именно про предложение. Вот. Либо о совместном проживании, либо о браке. О предложении, да. Вот. Ну, прям именно такое что-то серьезное. То есть, или какой-то, может быть, подарок дорогой, да. А вот. Да. Да. Он это все понимает. И когда он поймет, что вы уже спасать его не будете точно, да, и сами действовать никак не будете, ну, вообще перспективы у вас хорошие. Чувства у него есть. Причем у него, знаете как, у него больше, вот я говорила о том, что чувства неосознанные, да, то есть он не осознал, что он прям сильно глубоко вас любит. Ну, вот страсть, она у него вспыхивает прям. Ну, вот, да, страсть очень сильная. А страсть это такое чувство, которое прям толкает, толкает на шаги, на действия, да, на примирение. Вот. Да, будут шаги. Однозначно. Так что имейте терпение. Шаги, вот, видите, ваше бездействие, ваше бездействие приведет к его шагам. Однозначно. Вот ваша бездействия. Вторая карта бездействия. Да, ваше бездействие приведет к тому, что он, наконец-то, осознает, что у него сильные глубокие чувства к вам, что он хочет быть с вами вместе. Да. Вот, видите, его желание, да. Вот, и что он, он все-таки начнет действовать, как бы там ни была страсть, его заставит. Это вторая карта действий. Смотрите, две карты действий подряд. Да, потому что он уже, он без вас не может. Он не может без вас. Но это, девочки, но это не говорит о том, что прям вы должны после его шагов прям кинуться, решать все его проблемы. А вот, все-таки оставайтесь вот такой вот немножечко отстраненной, слегка отстраненной верховной жрицей, да, вот, которая понимает, что теперь после его шага все в ваших руках. Да. И что теперь? Все будет по справедливости, будет все так, как вы хотите. Да. Потому что он достаточно уже причинил вам боли, расплатился за эту боль, да, вот, то есть и сам ее тоже почувствовал, да, вы ему дадите такую возможность. И теперь уже, в общем-то, можно руководить этими отношениями и привести их туда, куда вы хотите. Да, чтобы он предложение сделал с кольцом или предложение о совместном проживании, чтобы он наконец-то научился хоть какой-то решительности. Понимаете, есть мужчины, которые вот от природы слабы, вот они не могут, вот нет у них решительности, да, не могут реально. Ну, этот вполне может, он может сделать шаг, то есть, но его нужно до этого довести. Он все еще думает, что вы сами напишите, вы сами позвоните, вы сами предложите примирение, вы сами скажете, что вы его простили. Все еще об этом думает, все еще надеется. Но нет, нет, все, пусть действуют. Вот, ваше бездействие приводит его в действие, да, да, он может, он может вполне, он не из тех мужчин, которые будут там десятилетиями, есть такие мужчины, которые десятилетиями любят и ничего не делают, любят, страдают и ничего не делают. Но этот нет, и бизнес он может наладить, там, или работу найти с этими вопросами, там, с финансами, он тоже может справиться вполне. Вот, и есть ему, кстати, есть кто там, кто ему может помочь, вот она, эта женщина, да, одна, вторая, тут еще мужчина. То есть есть у него друзья, родственники, которые могут ему помочь справиться с этими проблемами. Не вы должны это все на себе тянуть, потому что, как бы вы это на себе не тянули, это ж не ценится однозначно. Когда вы там в бизнесе ему помогаете, в работе, там, финансово, вот у меня ощущение, что вы больше его зарабатываете. А вот, ну, это все не ценится, потому что это ж не он складывает. Вот, когда он вложит вас, вот тут будет ценить, конечно. Да, вижу я его активную позицию, то есть, ну, его до этой активной позиции нужно довести, чтобы он, да, начал делать шаги, и не один шаг какой-то там скромненький. Вот, а именно, чтобы начал делать активные шаги в вашу сторону, не один, как я сказала, да. Самое интересное, знаете, когда он вот эти шаги начнет делать, да, вы, конечно, их поощряете, но это не значит, что вы прям сразу после малюшенького шага должны там полностью упасть к его ногам, вот, а именно прям стимулируете, чтобы он еще, еще шаг делал, но при этом слегка поощряете его шаги, да. А вот, и он же сам себя потом почувствует вот этим императором, да, когда он поймет, что и вы для него более ценной еще будете, потому что это он добился, это он шаги сделал, то есть, это его вложение в ваши отношения, и отношения тогда будут цениться совершенно по-другому. Да, и вы тогда для него будете императрицей, он императором, а вы императрицей, то есть, еще, еще больше и выше, вот такая самостоятельная девушка, хорошо стоящая на ногах. Ну, вы и так для него, в общем-то, такой являетесь, да, но надо, чтобы вы были прям, и отношения, да, будут, потому что это реально, когда он будет делать шаги, когда он реально вас заново добьется, это будет вложение в ваши отношения, ему тогда отношения, и вы, и отношения будут реально дороже. Да, надо, чтобы он реально действовал, то есть, вынудить его прямо на эти самые действия, может быть, даже через расставание, ну, если вы в паре, в браке сейчас, да. Ничего, подождите, подождите, бездействуют, все харты об этом прям кричат, и тогда он будет действовать, однозначно будет действовать и вкладываться, тогда у вас будут крепкие отношения реально на долгие годы. Конечно, я не говорю, что прям у вас безоблачно все будет в отношениях, потому что мужчина непростой, характер сложный, честно вам скажу. А характер сложный, потому что не то, что вы его понять не можете, он сам себя понять не может, потому что все время внутри себя находится, не может открыть глаза, чтобы посмотреть, а что вокруг. Но при этом все равно вы с ним можете построить счастливые отношения в итоге. Самое главное научить его, вынудить его действовать. Вот такой сегодня, девочки, непростой прямо расклад. А вот, для просмотра будущего ваших отношений, для детального просмотра будущего ваших отношений с этим мужчиной обращайтесь на личную консультацию, пишите мне из любой страны мира на Viber, WhatsApp или Telegram. Ну, а сейчас хочу выложить, отдавая без сожаления, вернется больше. Да, то есть имейте терпение, не надо сейчас ему звонить, писать, прощать и так далее, то есть делать то, что он ждет. Давайте, три совета вам на сегодняшний расклад. Обратитесь за советом к тому, кто вас любит. Ну, это обычно близкие люди. Вот такой совет. Да, еще совет. Отпусти контроль, вселенная знает, что для тебя лучше. Вот, это как раз по поводу вашего мужчины, про которого я тут так долго рассказывала. Так, ну и третий совет. Придумай свой мир, и он воплотится в каждом дне. Придумайте. Вот, когда мужчина уже сделает первый шаг, когда вы все-таки его вынудите этот шаг сделать, да, придумайте. Придумайте свой мир, именно ваших отношений, да, насколько они будут теперь счастливыми. И это воплотится в каждом дне. Это воплотится в вашем будущем. На этом, мои хорошие, я желаю вам всего самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. Пока-пока. До новых встреч в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова